Привет, дорогие друзья, привет, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы, мое отдельное вам. Здравствуйте, ну что ж, поговорим о Лёле Быковой. И, как всегда, ребята, начало ролика, поговорим о Лёлиных хомяках. Это люди какие-то просто неадеквашки, я думаю, вы сейчас отловитесь и повеселитесь так же, как и я, с их комментариев. И хочется сказать, болезны, неужели вы считаете, что вы меня ими как-то обижаете, цепляете, делаете мне больно, да мне пофигу, я просто ору, насколько вы тупорылые. Я просто понимаю, кто Лёлина аудитория. И я вас знаю уже очень много лет. Если поначалу, годков так, 5-6 назад у Лёльки были тётки-интеллектуалки на канале, да, модераторы, и бегали там за неё, опу рвали и так далее, то сейчас вы же один ходячий сброд, одни ходячие отбросы. Поэтому, знаете, вот вы по жизни ущемлённые, обиженные, никем не востребованы, не полноценны, не реализованы. И вот только у Лёльки на канале, потому что вас жопу целуют, вы чувствуете себя нужными, вы чувствуете себя важными. Второе, что вы пасётесь на моём канале, у вас сколько перед вами поставленных задач. Вам не то, чтобы сутками работать надо, вам ежечасно надо работать, ежеминутно, ежесекундно, чтобы все хотелки Лёли воплотить. Мало того, заработай, деньгу дай, продукцию купи, везде отлайкай, в комментариях погавкай, ролики посмотри, там напиши, статью на Дзене почитай, в Телеграм перебеги, на стримах по присутствию. Вообще представьте, какую масштабную работу вы Лёли во благо проделываете, а ты какого-то хрена, одна-вторая, вот эта блоха-потеряшка у меня на канале забыли. И выполняйте свои посредственно непоставленные перед вами задачи, команды, а не у меня, паститесь, хотя можете пастись, хоть как-то меня веселите своим скудаумием. Ну да ладно, перейдём к самому обзору. Ребята, всегда меня поражает в Лёли, когда она дней так за 10, немного, начинает рекламировать свою продукцию. И вот так и говорит там, мы забили поросят. И тут считаешь, дней 10 она начинает продолжать продавать эту продукцию. У меня всегда сразу вопрос о качестве и свежести этой продукции. Вот реально, например, я бы не рискнула своей семье купить 10-дневное мясо. Я бы не рискнула купить творог не первой свежести, такое же масло, которое уже было морожено, перезаморожено и так далее. Все прекрасно знают, что повторно продукты нельзя замораживать, да. И вот у меня всегда вопрос свежести и в качестве этих самых продуктов. Ну хомякам походу и так сойдёт, ну подумаешь, поваляются с отравлением, ну просрутся, дно прорвёт. Но им-то не привыкать, они у Лёли бывалые. Ну и дальше перейдём к самому обзору. Мне очень понравился комментарий Лёлин по поводу того, что Саше никто не нужен. У него есть Лёля. И вот здесь мне хочется сказать, да, Лёля, я согласна, ему никто не нужен. Вот это лямур де труа, нормально справляетесь. Причём я так думаю, что так как у тебя сяся с Грися и любят друг друга, там иногда и ты не нужна. Они без тебя нормально справятся и всё у них будет хорошо. Тем более, когда есть, знаете, взаимная любовь и симпатия. Вот я думаю, что там уже даже Лёлька третий лишний. Поэтому по факту четвёртый 100% будет лишний. Ребята, Яша играет в сырычил. Так вот, Лёля, однозначно, конкурентка и соперница тебе не нужна. А второе, ребята, мне настолько было смешно это слушать, кто ты есть, чтобы распоряжаться его жизнью. И давать определение, нужен ему кто-то, не нужен ему кто-то. Я вообще не понимала вот этого момента. Знаете, вершительница судеб. Вот она определяет, кому быть, а кому не быть. Ну и дальше второй шок в шоке, Лёлькин, когда Сяся сообщил, что он в отношениях. Вот такого удара под дых многомамка не ожидала. И она прям и замерла. И, знаете, ставит вопрос ребром, что если, мол, его пассия не захочет его отпускать и скажет, мол, выбирай либо я, либо дочка. Сяська пообещал, что, конечно, пошлет ее нахер. Первая, Лёля, почему такие глобальные моменты? То есть, ну вот согласитесь, я пропускаю ситуацию через себя, как делает каждый человек. Вот есть у меня парень, у него есть ребенок. Я ему скажу, ок, ты классный, да, человек, ты не отказался от ребенка. Ты поддерживаешь отношения, но это не говорит о том, что должен месяцами провисать у девочки мамы. Первое, ты работаешь вахтовым методом, да, то есть ты большой промежуток времени отсутствуешь и на небольшой промежуток времени приезжаешь. То есть, почему ты должен это время отрывать от наших отношений и находиться непонятно где, зачем и с какой целью. Ты можешь запросто приехать, забрать свою дочь, привезти ее к нам, мы вместе весело и замечательно проведем этот месяц и отвезти ребенка обратно. Тем более, когда девочка абсолютно сепарирована от мамы. Люля топит, что детей надо сепарировать в подростковом возрасте, но у нее не с рождения сепарированы, понимаете, от мамы. Потому что обычно смотришь, и когда такой маленький ребенок, он от мамы зависим. Ну вот согласитесь, да, иногда бывают моменты там регресс на скачок роста, когда только мама может успокоить ребенка. Уложить его спать, там зубки, прививки и так далее. В Лёлином случае нет, девочка абсолютно к ней безразлична. Для нее мама это не есть нечто, да, целое с ней, единое целое. Для нее мама это какой-то предаток, для нее больше, знаете, вот Пама. Папа-мама это именно сяська, когда он приезжает. Девочка не щемится к ней на ручки. Девочка не щемится, чтобы ее обняли, поцеловали. Поэтому запросто сяська мог бы забирать девочку в свою новую семью. Второе, если бы я на месте этой девушки, с которой у сяськи отношения, она слышала подобный формат, я бы этого сяську послала нахрен. Ну, девочки, кому бы из нас понравилось, чтобы наш муж месяц провисал у своей бывшей пассии. Второе, Леля, если для тебя это норма, вот я предлагаю такой формат. Сяська на месяц приезжает, Грыня на месяц уезжает к своей жене бывшей, помогает. И это по-честному, он тоже месяцок проводит со своими детьми. Почему вот сяся может месяц, да, наслаждаться обществом Варе, а Грыня раз в пятилетку своих детей видит. Тем более, коль алименты не платит, может быть, хоть что-то сделает для них полезное. Вот ты же рассуждаешь, что сяся приносит пользу, делает на благо своего Варенова, верни, будущего. Вот так же сама Грыня может поехать и сделать на благо будущего своих четверых детей. И вот, Леля, да, если разобраться, кто ты есть? Ты всего лишь мама, его ребенка, даже не бывшая жена. Чтоб ты определяла, кто будет, кто не будет. Во-вторых, если уже так стал вопрос, вам надо искать даму, которая согласна на свинг. Вот это, да, обмен партнерами, совместное сожительство. У вас это хорошо получится. И самое главное, коль у вас все папы много папы, это прям вообще можно еще расплодиться и расплодиться. Лелька еще попыхтит, потрудится. Если девочку помоложе взять, то еще вообще все впереди. И вот так конкретно. Дальше, ребята, меня поразило, как Леля рассказывает Сясе, что ему нужно пойти и принести ей с хавки, чтобы она перекусила. Леля, а что Сясе? Почему не Грыня? Не ему там телефонировать, маяковать, что тебе приторабанить, пожрать? Или там с позиции, кто последний, тот и папа. То есть я тогда не пойму, кто папа. То ли Грыня, то ли Сяска. Ну, в общем, кто последний чверкнул, да, тот и отец. Для меня непонятно озадачивание человека, который всего лишь отец, да, твоей дочери. Он не твой муж, он не твой сожитель. Ну, вот это вот на подай принеси. Ну, и дальше, ребята, одна хомячка пишет в комментариях у Лели спрашивать разрешение познакомиться с Александром. Здесь даже Сяска взглянился, понимаете, так, что типа, а почему вы спрашиваете у Лели? Ну, Леля пояснила, это потому что ее боятся. Да, вот теперь я четко понимаю, ребят, почему хомячье дает бабло. Они боятся, они боятся, видимо, пыток, наказаний, вот этого кнута, понимаете, без пряника, который к ним применим. Поэтому добровольно Лельки отдают свои кровно нажитые. Ну, и далее Леля топит за то, что, опять-таки, у Грыни задолженности по алиментам. И теперь им нужно работать, чтобы закрыть эти долги. Мне интересно, а какая по протяженности времени вот эта задолженность перед детьми по алиментам? То есть Леля в свое время херячила Женю Бе за то, что его дети уже умерли, потому что он не дает денег. Леля, а почему давай Грыню захерячим? Давай вот так его захренячим, что он свинья, он недомужик, он неполноценен и так далее. Ну, ведь такое текло в Женькину адрес, да, в Женьке Бе. Ну, согласитесь, то есть Леляных детей деньгой обижать нельзя. Было то, что Грыниным не платится, да и мать их так, одними больше, одними меньше, тоже нормально. Второе, да, это хорошо, если у этой жены есть деньги на содержание четверых детей, а если нет. Леля, а почему ты в свое время топила, что Женька должен был идти в вагоны разгружать, в такси работать, на вахту ездить, батрачить где-нибудь, чтобы прокормить своих детей? Почему ты Грынку не отправляешь заработать на своих детей? И почему многопапка допустил задолженность по алиментам и не думает за своих детей? Ведь он кричит, что он с детьми не развелся. Почему мне интересуется, как они к школе готовятся? За какой шиш они закупаются, да, на секундочку, 1 августа? Что кушают дети, как они лето провели, вдоволь ли они фруктов накушались, да, сколько мама в морозилку мяска, фруктиков сложила и так далее. Второе, мне очень интересно, вот этот момент, а сколько, Люля, Грынины дети получили с вашего хозяйства вкусняшек, полезностей в виде мяска, яиц, да, творожка, сыра и так далее. То есть вот как ты свою трубу забиваешь, мы видели, как ты продаешь, мы видели, как твои дети твои объедки подъедают, мы тоже видели, а что Грынины дети получили, тем более, когда ты топишь о том, что типа все дети одинаковы, то есть твои для Грыни одинаковы, а Грынины для тебя как? То есть я, например, не нашла роликов, где показали бы, как Грыни тарится машина с вкусняшками и гостинцами для Грыниных детей. Если я ошибаюсь, девочки, поправьте меня в комментариях. Ну и опять-таки, вот это, ребята, бредовая херня по поводу того, Саша, по крайней мере, здесь был честен, да, когда он признал, что он всех детей любит, ну, про Диве было бы даже сказать, хорошо относится, да, это было бы честно. А свою он любит, потому что это его кровиночка. Здесь, ну, хотя бы плюс-минус, да, честная ответка. То Грыня нет, ребята. Лёля так его и хлестнула, понимаете, за эти слова и сказала, что Грыня любит всех детей одинаково. Да, ребята, он их именно любит, а я верю. Вот он Лёльку годишку долбит, но уже к её детям прикипел так, что просто не откипеть. То есть на своих детей болт положил, долги по алиментам, а Лёлины, вот они теперь для него прям роднёхонькие стали. Вот такой мужик. Ну и дальше весь в лес Грыня поведал всем нам за хейтером, что мы, конечно, идиоты и слабоумные, а он же там семей и пять, где во лбу? Я вообще смотрю, ребята, там интеллект на уровне Эйнштейна. Там вот он одно предложение мэкнул, и ещё надо как минимум три-четыре предложения так коротенько, знаете, пояснение давать, чтобы поймать ход его мысли, что оно пыталось чего-то там вот это пердануть своим ртом. Оно настолько какое-то косо типа под интеллектуала, ну понимаете, это вот какие-то вершки, какие-то азы, но это настолько примитивно и убого выглядит. Ну, не знаю, у меня не складывается о нём впечатление, как о умном мужике, каком-то интеллектуале развитом и так далее. Для меня он, ну, он-лёля, понимаете, действительно нашли друг друга. Ну и вообще, конечно, глядя на него, я понимаю, что там, ребята, там дом советов. Там не голова, там просто дом советов. И в случае с него мне хотелось сказать, куда ты пукнул, Грыня? Ты кто вообще есть такой, что ты тут уже распукался на канале? Понимаете, в твоём случае мама не хотела, а папа не старался, получился ты. Или мама, папа-мамина ляжку кончил, затекло и вылезла ты, а ты уже рассказываешь о чём-то слабоуме. Кстати, обратите внимание на собственное хомячё. Вот там, где действительно ошибка природа на них отдохнула, талантами не наделила, там, ребята, дебилизм полнейший, палата номер 6 отдыхает. Ну и далее вернулись к теме, значит, Сашиной потенциальной пассии. Лёля так и сказала, что можно, в принципе, но в случае, если она готова быть помощницей и поддержкой, как у нас, типа, всё здесь заведено. И думаю, Лёля, а почему ты решила, что тётка готова ехать к тебе в рабство и тереть жопы твоим детям? Ну, где логика? Вот мне, например, такое сказали, я послышала, я подумала, что тётка двинутая. Во-вторых, Лёля, а вы к Марынке Грыниной ездите, оказывайте ей помощь и поддержку. Нет, пора их уже приглашать к вам для оказания этой самой помощи и поддержки. Второе, ребята, как это двинутая, считают, что действительно ей все должны и все обязаны. Только почему? Чего, конечно, никто не объясняет. Ну, а послушав вот такие вот выступления Лёлины, я бы поняла, что ну его нахрен этого Сясю вместе с его Лёлей. Пусть они дальше долбятся втроём. И просто я поняла, что оттуда надо бежать и кричать, где отсюда выход и где мои тапки. Ну и коротенько пройдёмся, ребята, по чередному шедевральному математическому подсчёту Лёля. Когда затронулась тема Сбера, Лёля сообщила, что 30 лет являлась клиентом этого банка. И вот здесь, ребята, я понимаю, что это был врождённый пользователь Сбера. Она прям самых пелёнок с 8-9 лет начала пользоваться Сбербанком. Вот молодец. И самое главное, вы представляете, какого клиента Сбер потерял. Ну и далее перешли к тому, что Лёлька упрашивает, умоляет своего мужа спеть песню про них. Про них, ребята, это жирная блоха и клоп. И вот думаю, охренеть ассоциация. Для меня, например, блоха, это нечто мерзкое, сосущая кровь, ну неприятное. То же самое клоп, я не знаю, там кусается, не кусается. Ну я понимаю, что кусается, но я с ними не сталкивалась. Блох я видела у животных, да, это понятно. Так вот, согласитесь, какая странная ассоциация про себя любимую и про него. Жирная блоха и клоп. Лёля, вот это вы растёте. Вот вы как семейная чета прям растёте. Нет бы там роза и тюльпан, ну что-нибудь, я не знаю, хоть в таком формате, там. Ты мой зай, я твоя зайка, ты мой зайчик, да, ну чего-то такое. Нет, тут чисто на уровне жирная блоха и клоп. Правильно, Лёля, и так пойдёт. Ну и дальше, ребята, комментарии от хомяков, которые топят за то, чтобы Лёля продавала своё хозяйство. Вы чё, болезненно, тётка только вышла на новый уровень развития. Уже хозяйство растёт и растёт. А вы хотите, чтобы она это всё под нож пустила? И вообще, если вы недобитки, не понимаете прикола, я вам сейчас объясню. Вот я, предположим, решила открыть магазин одежды, да. Вот бутик одежды я нашла, да, где я буду это закупать, какие у меня будут бренды и бла-бла-бла. Вот я вам говорю, что вы хомячьё должны мне сейчас помочь. Первое, начнём с аренды помещения. Вы мне дали, я арендовала. Дальше, вы мне тут должны забабахать ремонт. Сделали. Потом вы должны купить мне стеллажи, да, и торговое оборудование. Опять вы молодцы всё сделали. Теперь быстрёхонько скидываемся мне на закупку. Я быстренько, оп, и всё закупила. А теперь скиньтесь мне на продавцов-консультантов. И вы опять бах и отслюнявили. Я сделала открытие, и вам говорю, а теперь придите и купите. Вот теперь придите и купите, потому что это хорошее и качественное. И сделано специально под вас. Поэтому, хомячьё, о каких продажах идёт речь? А вообще, представляете, на примере магазина, насколько вы убого и ни к чёмно выглядите. И насколько смехотворно вот это ваше пыженье по поводу того, чтобы Лёля продала хозяйство. И, ребята, это такой лохотрон, который у Лёлька создавала годами. Сейчас, гляди, она взяла и отказалась от этих бабок. По большому счёту, от неё требуется просто ждать, пока оно вырастет. Вот просто подождать, пока оно вырастет. Потому что хомяки купят, доставят, выкормят. Потом ещё реализованное, уже забитое купят. Поэтому Лёле остаётся только дождаться, пока вырастет. И дождаться момента сбора с вас бабла. И на этом до свидания. Ну и далее перейдём к тому, как Саська рассказывает, как вся семья его хочет увидеть в Варю. Мне вот интересно, в Варе исполнился годик. А в чём проблема папе? За годик было отвезти ребёнка и показать бабушке и дедушке. Или за Лёляными напрягами просто некогда. Ну и дальше перейдём к обижалочкам. Как поведала сама многомамка, что Грыня на неё обижается, что она говорит, что у них 12 детей, а Грыня говорит, что у них 16 детей. Грыня, ребята, вот почему я говорю, что там серьёзное IQ. Простите, у детей есть мама. Ты чё, вообще охренел или страх потерял? Мама, которая обслуживает своих детей, готовит, убирает, стирает, занимается с ними, гуляет и так далее. Какого хрена у вас с Лёлей плюс 4 твоих ребёнка? Что Лёля сделала для твоих детей? Ну, вообще, вы представляете, маразм крепчает. Вот, ребята, просто маразм действительно крепчает. Вы вдумайтесь, у детей живая мама, которая от них не отказалась. Этот баклан не платит денег своим детям. Жена как-то их тянет, сама обеспечивает. А он говорит, Лёля, а почему ты не говоришь, что у нас 16 детей? Ну, действительно, ребята шандарахнуты. Я понимаю, почему ему жена дала поворот от ворот. Потому что она поняла, что с таким мегамозгом она не вытянет. Она просто не вытянет тягла. Это каким конченным надо быть? У твоих детей есть мама, причём хорошая мать, которая не побоялась, да, без попрошайничества, поборов и так далее, остаться сама с четырьмя детьми. А ты, Лёля, приписываешь своих детей, у которых есть мама. Тут вопрос в том, какой ты папа. А вот мама у них 100 пудняк хорошая. Ну и дальше затронула Лёлька тему Женьки Бей. И рассказала, что он инфантильный мальчик, который не может обеспечить своих детей. Лёля, ты такая же инфантильная девочка. И Грыня, кстати, твой такой же инфантильный мальчик, прикинь. И вот опять-таки, почему, Лёля, ты не отправляешь Грыню на заработки куда-нибудь на вахту, как Женю Бей отправляла, заработать своим детям на алименты, чтобы не отрывать от своих детей и не платить своему мужику алименты на его детей. И насчёт инфантилочки, Лёля, как ты от него рожала? Ну вот простите, ребята, сама Лёлька рассказывала, что он никогда не работал, никогда ничего не делал, была куча долгов, куча кредитов. Но Лёля упорно, как она сказала, да, в жопе полной продолжала рожать от него детей. Так ты ещё хуже, чем он. Ты тогда вообще умалишённая, двинутая кукухой по полной программе. Потому что, согласитесь, ребята, если я вижу, что нечего жрать, и у меня есть ребёнок, я лучше отдам своему ребёнку, правильно, кусок? Когда я понимаю, что еды у меня больше не становится, но я рожаю второго, это уже этот маленький лучший кусок нужно разделить на две части. И когда этот кусок не становится больше, обращаем внимание, а потом доходит до того, что мне этот кусок нужно разделить на девятерых, потому что плюс ещё Жениных двое детей. И Лёля называет инфантильным его, ты ещё хуже, потому что ты женщина, и ты ответственна за то, что будет приготовлено на столе. Он ответственен за то, с чего будет приготовлено, но ты видела, что готовить нечего и продолжала рожать. Ну и здесь, ребята, к концу стрима многомамка наконец-то вспомнила, что пора было бы поинтересоваться, где там самая эта самая Варя ходит-бродит. Но здесь папка сказал, что Варя спит. И вы знаете, у Вари нет мамы, у Вари есть папа, папа-мама. И Варя действительно почему к нему тянется, потому что только от него она видит тепло, заботу, пусть даже на тот месяц, что он приезжает, и вот тогда ребёнок чувствует, что он действительно любим. А от Лёли она этого абсолютно не испытывает, как, кстати, никто из детей. Лёль, как своими изображениями ебарям, проявляет больше любви и внимания, чем к собственным. Ну что ж, ребята, вот такой обзор получился. Продолжение следует, как всегда. А пока со всеми прощаюсь. До новых встреч!